В эфире информационная программа Настоящее время Азия В пражской студии я Шавкат Тургаев Здравствуйте В начале краткий анонс основных тем выпуска Прекрасное далеко В Казахстане презентовали план экономического развития до 2025 года ВВП планируют увеличить вдвое Просто в данном случае стратегический план дополнен Некими показателями, до которых мы должны добраться Они для нас, разумеется, совершенно достижимы Коран против закона Бывший главный муфти Кыргызстана взял себе вторую жену Несмотря на то, что многоженство в стране запрещено Почему-то вот думают, если государство является светским То религиозные деятели, они имеют право не подчиняться нашим законам Светским законам На чемоданах тысячи трудовых мигрантов из Таджикистана Несмотря на зиму, устремились на заработки в Россию Потребность таджикским трудовым мигрантам в России очень высоко И на сегодня, и на долгие годы Стратегический план развития до 2025 года разработан в Казахстане Руководство страны ставит перед собой амбициозную цель Войти в 30 развитых стран мира Экономисты из правительства прогнозируют рост ВВП как минимум в два раза При этом независимые эксперты называют прогнозы чересчур оптимистичными Айнур Коскина продолжит Накануне презентации очередного плана развития Казахстана Этот документ обсуждали в эфире одного из республиканских телеканалов Его авторы намерены добиться качественного и устойчивого роста экономики А также повысить уровень жизни казахстанцев до показателя стран Организации экономического сотрудничества и развития И тем самым обеспечить вхождение Казахстана в 30-ку развитых стран мира За 8 лет правительственные экономисты ожидают прирост ВВП на душу населения более чем в два раза В реальных цифрах это 18 тысяч долларов В уточненном прогнозе Миннацэкономики на 2017 год ВВП на душу населения указан на уровне 8391 доллара Это будет сильно зависеть от курса, который по факту будет складываться Как вы знаете, от курса валюты мы же планируем в тенге, а потом делим на какой-то курс И в зависимости от того, какой курс будет у нас в 2025 году Долларовая цифра будет та или иная Однозначно рассчитываем, и у нас есть демографические модели Это будет обеспечиваться ростом занятого населения Это будет обеспечиваться повышением производительности базовых отраслей Это будет обеспечиваться выходом на экспорт дополнительных отраслей Ну и созданием отраслей новой экономики, за которую у нас будет отвечать программа «Цифровой Казахстан» В рамках нового плана также должны быть реализованы инициативы президента Казахстана Речь идет о стратегии 2050, плане нации Ну и, конечно же, о программной статье Ельбасы «Модернизация общественного сознания» Она направлена на становление единой нации, сильных и преданных стране людей Ориентирами реформы названы воспитание ответственности за свое будущее и будущее Казахстана Повышение личной конкурентоспособности, культивирование прагматизма и предприимчивости граждан Данный документ направлен на реализацию основного стратегического документа страны Казахстан-2050 Цель вхожения в тридцатку Поэтому нам необходимо правильно и доступно разъяснить общественности суть данного стратегического документа Поэтому поручаю Министерству социальной экономики совместно с Министерством информации и коммуникации И другими заинтересованными госоргами начать соответствующую работу По мнению независимого экономиста Петра Своика, новый экономический план практически не отличается от множества предыдущих Просто в данном случае стратегический план дополнен некими показателями, до которых мы должны добраться Причем не к 50-му, а уже к 25-му году, показатели эти взяты из стандартов ОСР Они для нас, разумеется, совершенно недостижимы И, в общем-то, авторы очень, на мой взгляд, неаккуратно их туда повставляли, наряду с реальными Например, там темпы роста экономики вообще, того же ВВП Темпы роста производительности труда, объемов несырьевого экспорта Все записано более-менее реально А плюс еще туда вбита та фантастика, которой мы должны соответствовать Удастся ли Казахстану достичь уровня 30-ки развитых стран, пока не ясно На сегодня минимальный размер заработной платы чуть более 74 долларов Минимальный размер пенсии 138 долларов Смена экономического курса в Узбекистане, которая якобы наступила с приходом нового президента Воодушевила местные деловые круги Предприниматели готовы воспользоваться открывшимися возможностями для развития бизнеса у себя в стране Хикмат Абдурахмонов работал в США, Британии и Китае А теперь оказывает консалтинговые услуги в области внешней торговли из Ташкента Все ли так гладко на самом деле, рассказывает Сергей Берец 2017-й стал годом экономических реформ в Узбекистане Либерализация происходит в промышленности, энергетике, торговле и финансах Это предусмотрено стратегией развития страны, принятой в феврале С начала ноября разрешена свободная продажа иностранной валюты по безналичному расчету С 1 декабря упрощается экспортно-импортное регулирование Хикмат Абдурахмонов занимается недвижимостью, торговлей и финансовыми операциями Он планирует построить 10-этажный деловой центр и открыть консалтинговую фирму по оказанию услуг в сфере внешней торговли Половину времени мы посвящали поиску партнеров Остальное уходило на то, чтобы заставить контракты работать Теперь мы, управленцы, можем делегировать эту функцию нашему финансовому отделу Он выполняет технические задачи по покупке и продаже твердой валюты Это дает нам возможность сосредоточиться на стратегических вопросах бизнеса, а не заниматься поиском валюты Абдурахмонов работал за рубежом, теперь ведет дела в Ташкенте Как и многие его коллеги, он ощутил ветер перемен, повеявший с приходом нового президента Шавката Мерзиёева Год назад тот сменил Ислама Каримова, правившего Узбекистаном еще с советских времен Новый глава государства помимо экономических реформ провел чистки чиновничьего аппарата Отменил с 1 января 2019 года выездные визы и пообещал ослабить налоговое время Если мы рассчитываем, что иностранные компании придут сюда и начнут работать в Узбекистане Нам следует подумать о реформировании налоговой политики Речь идет о сокращении числа налогов, которые платит частный бизнес Отмена виз приведет к росту числа трудовых мигрантов, которых уже немало работает в России и других странах Их денежные переводы пока основной источник валютных поступлений Власти прекратили практику отправки студентов и бюджетников на уборку хлопка В результате снят международный бойкот с продукции этой отрасли узбекской экономики Всемирный банк включил Узбекистан в десятку стран, существенно улучшивших деловой климат в этом году По мнению узбекского политолога Алишера Ильхамова, пока рано считать, что экономика Узбекистана благоприятна для иностранных инвесторов Экономическая сфера страны нуждается в реформах, несмотря на заявления с высоких трибун Кроме того, для иностранных инвесторов в Узбекистане до сих пор существуют политические риски С точки зрения условий для иностранного бизнеса есть чисто экономические шаги Вопросы, связанные с обменой валюты, с налогами А есть еще группа факторов, которые называются политическими рисками Если говорить о политических рисках, они тоже имеют очень важное значение для иностранных инвесторов В первую очередь они тоже делятся на две части Первый вопрос, связанный с стабильностью, отсутствием каких-то таких открытых конфликтов в стране, военных действий А вторая группа политических рисков, это связано с наличием в стране верховенства закона Стандартов прозрачности, подотчетности, наличия антикоррупционных механизмов Которые позволяют иностранным инвесторам делать спокойный бизнес Не обязательно вступая в какие-то личные закулисные взаимоотношения с властью придержащими То, что до сих пор имеет место в Узбекистане И имело место во время правления Ислама Каримова Вот это еще пока остается То есть пока еще каких-то шагов по реформированию системы правосудия По созданию механизмов антикоррупционных Пока еще, собственно, не было каких-то шагов существенных предпринят в Узбекистане Поэтому политические риски до сих пор остаются высокими То есть, опять-таки, есть понимание того, что надо все-таки вступать в какие-то такие закулисные сделки с правительством Правозащитники Кыргызстана требуют наказать бывшего муфтия Чубака Аджи Джалилова Известный религиозный деятель официально заявил, у него теперь две жены Проповедник считает своим поступком Он подаст пример остальным кыргызским мужчинам Они, по его мнению, тоже должны взять вторую жену Эксперты опасаются авторитетный проповедник действительно может повлиять на верующих Рассказывает Джебек Бегалиева Это видео снято в Москве Тысячи кыргызстанцев идут на встречу с религиозным деятелем Самым популярным на их родине проповедником В самом Кыргызстане выступления Чубака Джалилова тоже проходят с аншлагом Такие большие аудитории в стране не собирает ни один политик Продвинутый религиозный деятель хорошо разбирается в массовых коммуникациях Имеет собственный YouTube-канал, который недавно даже получил серебряную кнопку И вот теперь правозащитники требуют наказать Чубака Джалилова за многоженство И почему-то вот думает, если государство является светским То религиозные деятели, они имеют право не подчиниться нашим законам Да, светским законам Это не так Это совсем не так Все религиозные деятели являются гражданами В первую очередь гражданами Кыргызской республики Они обязаны уважать и конституции, и закон Правозащитников и особенно женщин Кыргызстана шокировало выступление бывшего муфтия страны по телевидению В своей религиозной передаче Чубак Джалилов объявил, что недавно женился во второй раз С прежней супругой я не развелся Она, конечно, обижается, но все будет хорошо, у нее есть на это право Я женился на вдове, которой больше 30 лет И которая до этого работала в Турции, присматривала за детьми Я не хотел жениться, но решил стать примером для других Если я сам не начну, то кто? Решил сделать, чтобы все не оставалось на словах Так как многоженство в Кыргызстане все еще уголовно наказуемо Правозащитница написала жалобу на известного проповедника И теперь собирается отнести ее в прокуратуру Здесь сель в основном, чтобы узаконить в Кыргызстане многоженство Через вот этот президент Он хочет делать президент в Кыргызстане И мы именно президент должны останавливать И здесь даже про Чубак Джалилов абсолютно Даже речь не о нем, а о президенте Женщины, чьи мужья решили жениться во второй раз Часто обращаются в кризисный центр Сизим В последнее время таких женщин стало так много Что в центре задумались о проведении масштабной акции против многоженства Вот буквально перед вами вышли такие, которые обратились именно по этому вопросу В основном это женщины, которые испытывают экономическое давление Все имущество их мужья записывают на себя И вот сегодня Чубак Джалилов бросает вызов обществу Он как бы говорит мужчинам Вы трусы, я признался, а вы нет Сам Чубак Джалилов отказывается комментировать эту щекотливую ситуацию Однако его призыв, считает женской религиозной организацией Мутакалим Сразу же подходит тысячу верующих в стране Кто-то его поддерживает, поздравляют его Даже депутаты, экс-депутаты его поздравляют Поддерживают, что он сделал правильно, с одной стороны С другой стороны, за демократию, за государственность, которые хотят, чтобы исполнялись наши законы в Кыргызстане Конечно, они против Мое личное мнение, мне кажется, как лидер, как член Совета Улемов В первую очередь, они должны соблюдать закон Кыргызской республики 28-летняя Изаура замужем, третий год Женщина с самого начала обговорила с мужем условия брака Никакой второй жены Сама Изаура второй, и тем более третьей женой стать не согласилась бы Делить моего мужа с кем-то Нынешним мужчинам я не очень доверяю Я бы согласилась, если это было бы во времена пророков Когда пророк сам лично мог, например, советы давать мужчинам или контролировать В МВД тем временем разъяснили Ответственность Чубака Джалилова там рассмотрят только в том случае Если заявление напишет жена бывшего муфтия или гражданин, который обладает информацией Однако публичных людей, которые имеют несколько жен, в Кыргызстане немало И никто из них к ответственности никогда не привлекался В том числе депутаты, видные политики и даже бывшие президенты Чубак Багалиева, Самат Алжбаев, Настоящее время, Бишкек, Кыргызстан Тема двоеженства или многоженства для Кыргызстана не новая и крайне актуальна Часть населения республики выступают категорически против А кто-то поддерживает подобную модель семейных отношений Минувшим летом местные священнослужители уже предлагали узаконить полигамию Этот вопрос бурно обсуждался в обществе Корреспонденты Кыргызского бюро радио «Свобода Азаттык» Еще в июне этого года поинтересовались мнением жителей Бишкека И вот что они ответили Сейчас большинство ходят незамужние И чем они занимаются? А если они выйдут замуж, например, пускай она выйдет второй женой, третьей женой Четвертой выйдет женой Зато она будет дома сидеть и она будет обеспечена Она будет рожать детей Она будет воспитывать детей Понимаете? Если у этого социально обеспеченного человека есть возможность, пускай и берет Бессмеляния, здесь ничего такого плохого нет Ну, например, султаны там, падишахи, они сколько себе жен позволяли Ну, это султаны падишахи Но у нас в Кыргызстане, я думаю, лучше тратить деньги на благотворительность Лучше тратить деньги на что-то, то, что действительно нуждается в деньгах Чем я против многоженства Сейчас в обществе муссируется такой вопрос о многоженстве Поддерживаете? Нет Нет, конечно Почему? Почему? Ну, представь себе, только елку могу покормить, как вторую еще Представь себе А если бы смогли прокормить? А, тогда, конечно, можно Пусть первая обеспечит первую, нормальную, единственную, официальную жену Ну, а если человек будет обеспеченный, который в состоянии... Пусть поможет тогда родственникам по законам ислама Потому что сперва же нужно сам помочь себе, потом родителям, а дальше родственникам И если уж очень много денег и очень много детей У нас в домах приюта, да, вот очень много детей беспризорных Пусть тогда возьмет на попечение, без проблем, и сделает добро Конечно, я бы тоже не хотела Но если, чтобы муж не ушел совсем от семьи, от детей, да, многие соглашаются Думаю, вторая жена это уже любовница, я считаю Я не поддерживаю, если может быть... Узаконить любовницу? Нет, нет, я не поддерживаю, нет, нельзя, думаю Я лично считаю, что раз женился, надо уже до конца идти с этим человеком И когда, тем более, дети есть, двоеженство не нужно Это будет просто соблазн для мужчин, чтобы просто второй раз жениться Смотрите далее в нашей программе На чемоданах тысячи трудовых мигрантов из Таджикистана, несмотря на зиму, устремились на заработки в России Потребность таджикским трудовым мигрантам в России очень высоко И на сегодня, и на долгие годы Доходы трудовых мигрантов из Таджикистана в России выросли на 18% В это же время объемы денежных переводов за первые три квартала этого года составили около 1 миллиарда 700 миллионов долларов Такая динамика привела к тому, что еще больше жителей страны направились в Россию на заработки И это несмотря на начало зимы Анушур Ванарипов продолжит На заработки уезжают десятки тысяч мигрантов Среди них люди разные Есть и такие, у кого в России когда-то была постоянная работа Но за несоблюдение визового режима их выдворили обратно на родину И вот только сейчас запрет на выезд закончился Я почти пять лет официально работал в одном учреждении Как поеду, сразу на работу возьмут Раньше летом ездил, потом возвращался домой зимой Ну сейчас зимой поеду Здесь работы нет, где работа? От тяжелой жизни еду Есть у меня место работы Получаю зарплату Так как доход нормальный, поеду опять В 2016 году мигранты из Таджикистана заработали в России на 33% меньше, чем годом ранее Кризисы, санкции, падение курса рубля, отсутствие нормально оплачиваемой работы Все это вынудило десятки тысяч человек вернуться домой Многих выдворились за незаконные действия И вот сейчас даже незначительные улучшения в экономическом положении России Вселили в них надежду заработать приличные по меркам Таджикистана деньги Если у наших трудовых мигрантов будет хорошая работа Они не будут смотреть на зиму, на лето, на жару и так далее Они остаются И самое главное не только остаются Они еще привлекают своих близких Чтобы они приехали, они работали Таджикские мигранты едут в Россию несмотря на долгие и сложные процедуры получения разрешений на работу Негативное отношение к выходцам из Центральной Азии, обычных милиционеров и простых россиян Альтернативы просто нет, так как в других странах требуются квалифицированные специалисты со знанием языков Почему выезжает? Несмотря на кризис, несмотря на санкции, которые существуют Дело в том, что потребность таджикским трудовым мигрантам в России очень высоко И на сегодня, и на долгие годы Начиная хотя бы до 2050 года потребность к миграции очень будет высоко Это будет продолжаться надолго еще На родине таджикистанцы не могут прокормить семью и оплатить учебу детям Не говоря уже о покупке квартиры или строительстве дома Размер минимальной зарплаты в стране порядка 55 долларов Прежде всего связано с тем, что у нас в Таджикистане население растет быстрыми темпами 160 тысяч пополнений населения республики А мы в год создаем максимум 120 тысяч рабочих мест И эти 120 тысяч мест не удовлетворяют всех желающих, которые хотели бы работать Естественно, они уезжают Таджикистан уже несколько лет ведет переговоры об экспорте рабочей силы В страны арабского мира и азиатско-тихоокеанского региона Основная цель – снизить зависимость от России и российской миграционной политики Ануш Ирвон Арипов и Насим Исамов Настоящее время – Азия Дыхание степи Авторы социального проекта о возрождении национальной музыки просят помощи Уже открыт сбор средств на покупку инструментов для проведения бесплатных занятий Для казахстанцев с особыми потребностями Один из авторов инициативы – талантливый незрячий музыкант из Алматы Руслан Башаев Какие национальные инструменты пользуются спросом у молодежи И насколько трудно найти сегодня работу незрячему артисту Репортаж Дмитрия Белякова Руслану Башаеву 27 лет В этом году он закончил магистратуру Национальной Академии Искусств Руслан из Уральска С детства занимался вокалом, мечтал выступать на большой сцене Усердно учился Однако, даже имея диплом с отличием, найти работу в мегаполисе очень сложно, говорит Руслан У нас в Казахстане нет такого, чтобы кто-то продвигал инвалидов Вот сейчас шоу-бизнес, слушаю телевизор, но ни одного человека нет Есть у нас талантливые незрячие люди, которые поют Я знаю многих вот здесь, в Алмате Но ни один не может себя реализовать Найти работу преподавателя оказалось так же непросто Руслан получал отказ за отказом А потом ему помог случай На одном из концертов у артиста сломался инструмент Кобыс Купить новую у Руслана не было средств Ему помогли организаторы музыкального проекта Далатьюнс Купили инструмент и предложили Руслану работу Я не могу, я не представляю, да, вот у меня есть знакомые, да, в Уральске Которые сидят дома и смотрят целыми днями телевизоры У них есть два глаза, руки, ноги, они здоровые практически Они сидят просто дома и говорят, ой, работы нету Я не знаю, как это Если бы я видел, я бы пошел бы на другое Но просто кроме музыки, сейчас у меня ничего, я ничем не умею заниматься Далатьюнс – социальный проект Это музыкальный интернет-портал, включающий в себя историю казахской музыки, биографии артистов, ноты и аккорды в цифровом формате И даже видеоуроки для желающих научиться играть на национальных инструментах Естественно, мы делаем больше акцент на традиционном Потому что наша миссия, наши платформы Далатьюнс – это создание и возрождение казахской музыки На нашем платформе вы не найдете ни российского контента, ни зарубежного Мы создали платформу только на основе нашего контента Благодаря архивным каким-то записям Ну и то, что приносят к нам наши артисты Летом этого года за счет собственных средств инициаторы проекта оборудовали музыкальную студию и репетиционные классы В студии бесплатно записываются артисты, сотрудничающие с порталом А в классах желающие преподают игру на классических и национальных инструментах Наибольшим спросом у молодежи пользуется Домбра Сейчас организаторы проекта открыли сбор средств на покупку трех национальных инструментов для своей школы Двух кабызов и житогена Это около 1300 долларов Если удастся собрать необходимые деньги, то в Далатьюнс откроют бесплатные уроки Для казахстанцев с особыми потребностями Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард, Настоящее время, Азия Такими событиями запомнился этот день Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов И в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютюбе Всего доброго и до встречи Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова